Музыка Люди как люди, квартирный вопрос их только испортил. Здравствуйте, это программа интервью. Я Елена Сафронова о том, как сделать решение квартирного вопроса максимально комфортным, не портящим жизнь и характер. Поговорим с гостями в студии. Это руководители агентства недвижимости «Мост» Евгений Александрович Старов и Елена Александровна Старова. Здравствуйте. Добрый день. Итак, поговорим о вашем агентстве. Во-первых, интересно узнать, как давно вы существуете, работаете на нашем рынке недвижимости, с какой недвижимостью вы работаете и какие услуги оказываете вашим клиентам. Кто начнет? Мы на рынке недвижимости с 2002 года оказываем весь спектр услуг. У нас есть отдельный отдел по аренде, жилой, коммерческой недвижимости. Также есть отдел по продаже и покупке вторичного жилья и эксперты в области новостроек. Помимо этого, у нас очень широко развито направление, ипотечное направление. То есть мы являемся официальными партнерами всех банков, и за счет этого предоставляется партнерская скидка. Клиенты, которые оформляются с нами, получают партнерскую скидку, и благодаря этому процентная ипотечная годовая ставка гарантированно будет ниже, чем в банке. Также мы работаем с военной ипотекой, сертификатами «Молодая семья», «Школьный учитель» и «Материнский капитал». Для реализации данных сертификатов есть несколько вариантов. Здесь мы уже используем индивидуальный подход. То есть, исходя из ситуации клиента, предлагаем ему наиболее выгодный и удобный для него способ реализации данных сертификатов. Помимо этого, я бы, конечно, хотела отдельно отметить, что сейчас появилось новое направление в ипотеке. Оно открылось только в этом году. Называется оно «Сельская ипотека». У нас уже прошли первые клиенты по данному направлению. Очень выгодная ставка – всего лишь 2,7-3% годовых. На сегодняшний день это самое выгодное предложение на рынке. И, конечно, пусть вас не пугает название «Сельская ипотека». «Сельская ипотека» – это весь ближайший пригород. То есть, Тольятти – это подстёрки, Ставропольский район. Да, я зашла на ваш сайт перед этим интервью. Посмотрела, что у вас там действительно много направлений. Вы работаете и с ипотекой, и с материнским капиталом. И, конечно, ваши клиенты получают ещё некие гарантии и страховку. Да? Верно всё? Всё правильно. Наша компания, она застрахована в рейс-гарантии. И помимо этой рейс-гарантии, мы ещё даём свою страховку собственную. Это от агентства недвижимости. Она выражается после каждой сделки. Сам риэлтор, кто ведёт сделку, пишет отчёт, письменный отчёт о проделанной работе. И, соответственно, ещё наши юристы, которые работают у нас в чате, они тоже предоставляют письменный отчёт за их неподписью. Ну, соответственно, этот отчёт по нашему российскому законодательству как раз и доказывает то, что клиент является добросовестным правоприобретателем. Именно вот за счёт этих отчётных документов, этих бумаг. Ну, как говорится, это вот наша прямая ответственность. Ну, это такая гарантия, что в последствии не будет проблем с приобретённым жильём. Ну, у нас с 2002 года ни разу не было ни одного судебного дела. Это тоже как показатель результата. Да, говорит о многом. Евгений Александрович, я знаю, что агентство МОСТ, во-первых, входит в Тольяттинскую гильдию риэлторов, да, серьёзная организация, известная нам. И, кроме того, вы также являетесь учредителем благотворительного фонда в составе этой гильдии. Правильно я говорю? Вот что это за фонд, чем он занимается, в чём благотворительная его составляющая? Я вас поправлю маленечко. Не учредителем, а председателем благотворительного фонда. Мы входим в президиум Тольяттинской гильдии риэлторов. Я являюсь председателем. Елена Александровна является председателем образовательного комитета. Образовательный комитет планирует на 20 февраля 2020 года устраивать форум риэлторов по недвижимости в городе Тольятти. Будет проходить на Комзино в подпосёлке для объединения риэлторского сообщества. И, соответственно, чтобы люди больше понимали в сфере недвижимости. Потому что есть риэлторы, которые работают сами на себя или ещё что-либо. И не владеют этой информацией. Когда мы зашли в Тольяттинскую гильдию риэлторов, был сделан запрос, чтобы организовать именно ещё комитет по благотворительности. Меня назначили председателем, за что за доверие. Спасибо большое коллегам. Мы решили, что Тольяттинская гильдия риэлторов должна делать какие-то добрые дела. Какой-то посыл в наш город. Вообще в страну, в мир. Это приветствуется. Мы уже распределили комитетом на ближайший год, на этот 2020, все мероприятия. Мы к 23 февраля хотим сделать для ветеранов Великой Отечественной войны, для детей войны и блокадников праздник. У нас в Комсомольском районе, выбрали Комсомольский район для начала, связались с председателем, общались. У нас есть 80 человек. Из этих 80 у нас всего лишь 15 ходячих, кто может ходить, кто ещё активный. Остальные дома. Вот мы для 15 хотим провести праздник. И каждому персональный подарок. Вот персональный подарок уже, конечно, к каждому домой приехать и вручить. Потому что никто не должен быть забыт. Ничто не забыто, никто не забыт. Ну, хорошая идея. Наверное, есть ещё мероприятия, вы сказали, на весь год погоны. Да, да. Следующее мы планируем провести, это где защита детей, 1 июня, сделать праздник для онкобольных. Следующее мероприятие будет у нас проходить уже в конце августа для детей малоимущих, помочь им к подготовке к школе. Когда бизнес, в общем-то, ещё и благотворительностью занимается, это, конечно, здорово. Вернёмся к вашей основной деятельности, к сделкам с недвижимостью. Как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке недвижимости в нашем городе сегодня? Какая недвижимость востребована? Что происходит с ценами? Какое жильё? Ищут люди, легко ли его найти? Или продать тоже? Хорошо. Вопрос хороший. Ну, на сегодняшний день у нас рынок, можно сказать, стабилизировался. Но я здесь вот сделал выписку, статистику с сайта «Волга.Инфо». С 1 июля 2019 года на вчерашний день буквально, вот, показатели показывают, цифры говорят сами за себя, да. Это вот на 1 июля 2019 года однокомнатных квартир по сегодняшний день оказалось меньше, ну, чем сегодня, да. Вот здесь вот меньше квартир, здесь больше, то есть они прибавились. Здесь шли активные продажи, вот, люди, то есть, покупали. Сейчас рынок остановился, сейчас продажи не такие активные. Квартир появилось больше, спроса оказалось меньше. Вот, но это не временно, это всё говорит к тому... Да, вы с чем это связываете? Это всё говорит к тому, то, что сейчас, ну, пройдёт небольшое количество времени, и недвижимость начнёт снова падать. Это однозначно начнёт падать, и снова начнут её покупать. Заметил тенденцию, то, что люди, как правило, стали, вот, раньше хорошо шли, но всегда спросом пользуются однокомнатные квартиры. Ну, да, обычно молодёжь, молодые семьи покупают. Да, да, да. Вот, ну, как показывает тенденция, то, что за эти полгода, вот, люди стали расширяться, то есть стали продавать однокомнатные, покупать двух-трёх, или переезжая в частный дом. Многие говорят, то, что у нас идёт отток из города, я вот с этим, ну, категорически не согласен. Ну, два варианта. Либо взрослых людей становится больше, молодёжь действительно как-то вот уезжает, либо молодёжь сразу основательно подходит к выбору недвижимости, ну, как бы рассчитывает на расширение семьи и так далее. Ну, как показала, вот, у меня практика, я смотрю, вот, те, кто уезжает, вот, ну, везде же говорят, да, везде хорошо, где нас нету. Они возвращаются. Они потом возвращаются. Те, кто не вернулись, то на их место в Тольятти приезжают к нам и покупают недвижимость именно уже с области Сызрань, там, Отрадный, сёл. Они приезжают и покупают. Ну, святое место пусто не бывает. Как-то так вот у нас. Ну, интересная, да, тенденция. Я знаю, что вы большое внимание уделяете обратной связи с клиентами, собираете такие даже видеоотзывы, их можно на вашем сайте посмотреть. Интересная тема, не все агентства это делают. Давайте сейчас посмотрим один из таких отзывов как раз, потом продолжим беседу. Мы, семья Панкратовых, пользовались услугами агентства МОСТ во главе Евгения и Елены. Выражаем им огромную благодарность. Очень тяжело и трудно было на самом деле подобрать квартиру. Евгений, ему отдельный респект, большой молодец. Если бы не он и агентство МОСТ, то, скорее всего, мы бы, в общем, и с ипотекой были бы у нас сложности, это раз. И с подбором юридически чистой квартиры у нас тоже были бы проблемы, это 100%. Поэтому, ребят, огромное вам спасибо и респект. Нам казалось, что это долго, но на самом деле все это оказалось быстро. Буквально за три месяца и из одного города в другое. Поэтому благодарим вас. Евгений Александрович, вот такой прозвучал отзыв. Скажите, как вам удается поддерживать связь? Для чего вам это нужно? Не все агентства действительно это делают? Видеоотзыв – это, в первую очередь, стимул для нас самих, чтобы работу выполнять качественно, ответственно и на 100%. Потому что самая наилучшая благодатность – это благодатность не то вознаграждение, которое нам платят, а то, что идет свыше. И мы всех стремимся к этому. Плюс к этому еще видеоотзывы мы хотим донести до людей, насколько мы прозрачны, честны и открыты. То, что нам нечего скрывать. За нас говорят именно наши клиенты, насколько мы отработали. И у нас за нашу практику еще не было ни одного отрицательного отзыва. Мы никогда не говорим клиентам, что сказать, не говорим, какой текст они должны сказать. Ни в коем случае. Это запрещено компанией. Они должны все это быть чисто от себя. То есть это не должно быть наигранным. Вам самим это должно быть интересно. Конечно. То, что по видеоотзывам и видно, когда они благодарят, это видно. То есть наигранное это или фальшиво. Да, вот эти люди, которые мы сейчас посмотрели их отзыв и сказали, что они приобрели недвижимость в Краснодаре. То есть вы занимаетесь еще такой дистанционной продажей недвижимости? Мы работаем по всей России. Да, у нас сделки проходили в Москве, в Петербурге, в Казани. Ну, Казани я уж не беру, соседи. Как вы видите, то же самое, что и Самара. То есть есть еще и такое направление. Можете ли вы дать какие-то советы людям, которые вот как раз сейчас подумывают о приобретении жилья или наоборот о продаже? На что им нужно обратить внимание, когда они решаются на сделки с недвижимостью? Ну, я думаю, в первую очередь надо им самим для себя определиться, что они хотят, как они хотят покупать. То есть наличный расчет или это будет ипотечный заим. Какой это будет банк, какой первый взнос, где какие условия. Ну, здесь надо много проанализировать и понять, что сам хочет клиент. Какой хочет он объект недвижимости? Где этот объект недвижимости? И только потом уже делать выбор специалиста. Специалистов выбор это можно делать, ну, даже нужно делать, отталкиваясь. Ну, если у нас сарафанное радио никто не отменял. Но если уж нету никого знакомых из риэлторов, то, я не знаю, обратиться в Тольяттинскую гильдию. Можно зайти на сайт Тольяттинской гильдии риэлторов и выбрать из них. Потому что Тольяттинская гильдия риэлторов, это как раз, она гарантирует то, что все компании там, они легальны. Они все работают на законных основаниях. Вот. У всех идут отчеты. Ну, то есть, по себе, членство в гильдии риэлторов Тольяттинская, это уже такой знак качества своеобразный. Конечно, конечно. Туда просто так не попасть. С 1 января 2020 года вышли поправки к закону. Сейчас поправки гласят так, что можно заказать выписку ЕГРН. Если в выписке ЕГРН нет никаких ограничений, то, значит, объект чистый, его можно покупать. Ну, это не совсем соответствует действительности. Здесь надо смотреть на этот вопрос более глубже. Так как выписок ЕГРН никогда не покажут. Если эта квартира приватизировалась, были ли там отказники? Это важно. Потому что, если отказник был, он сохраняет за собой пожизненное право пользования объектом. С него надо брать отказную. Вот. Не показывают, если на данный момент, вот прямо сейчас вы покупаете, а может, идут какие-то судебные процессы, какие-то судебные споры. Это тоже не показано в выписках ЕГРН. Не показано, если объект покупался на материнский капитал. А у нас закон гласит, если на материнский капитал покупался, обязаны выделить доли. Но не все, к сожалению, это делают. Не все выделяют и пытаются продать. По истечению совершеннолетия ребенка, это не имеет срогой давности, ребенок может подать в суд, обжаловаться, и эта сделка будет признана ничтожной. Серьезные такие подводные камни, да? Конечно, конечно. И также у нас Росреестр не показывает, находится ли продавец на стадии банкротства. Это тоже важно, потому что если он продал квартиру и не закрыл долги, и потом признает себя банкротом, то все сделки, которые были за прошедшие три года, тоже признаются ничтожными. И эта недвижимость будет, сделка оспорена, и она отойдет именно кредиторам. Вот эти все моменты надо обязательно проверять, когда вы покупаете. И самое важное, конечно, спрашивайте, какая ситуация вообще у клиента. Ну, с обоих сторон, покупает он или продает. Потому что если он покупает, у него, возможно, будет ипотека, и он сразу хочет выделить доли детям. Вот, это тоже будут некоторые трудности. Или, может, у него там используются деньги, которые идут с опейки, лежат на счету детей. Если это продажа, то там какая ситуация? Они продают потом, что-то покупают. Вот, насколько длинная цепь, подобран у них уже объект, не подобран. Вот, все эти моменты надо знать и все эти моменты учитывать. Ну, и у вас в агентстве, наверное, есть юристы, которые все эти ситуации рассматривают и могут разобраться и помочь. Два. Хорошо. Да, я бы хотела еще добавить такой момент. Мы всем клиентам по завершению сделки дарим памятные подарочки. Мы сегодня к вам тоже не с пустыми руками. Спасибо большое. Это такое панно, да? Да, это памятка, правила дома. То есть, чтобы всегда в доме был уют, тепло, побольше радоваться, мечтать. Да, наши клиенты всегда остаются с подарками. То есть, каждый клиент для нас ценен. Они нам дают видеоотзыв, мы даем тоже подарки. Ну, не хотим оставаться в долгу. Спасибо большое. Такая своеобразная замена кошки, которую запускает в штабную квартиру. Ну, тоже вариант. Спасибо большое. Итак, как вас найти? Давайте все-таки скажем об этом тоже. Ну, мы находимся в городе Тольятти. Центральный район, улица Ленина, 83, офис номер 7. Нас найти можно через сайт. Это недвижимость01.рф. Русскими буквами. Или через сайт ТГР. Это TGRTLT.ru. Также по номеру телефона многоканальный 31 10 31. Я напомню, в нашей студии были руководители агентства недвижимости «Мост» Евгений Старов и Елена Старова. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова